Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос, как быть, если близкий человек пристрастился к азартным играм? Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогадеть, тот не останется ненаказанным. Действительно, в азартных играх, они отличаются от других игр тем, что в них зарабатываются деньги, или есть, по крайней мере, такая иллюзия, человек движется желанием как бы случайно разбогатеть. Хотя обычно азартные игры, поскольку они практикуются для того, чтобы забирать деньги у людей, они приводят к разорению азартных игр. И вот, если человек к этому пристрастился, его надо от этого спасать. Тот, кто имеет власть над ним, например, родители над юношей, или несет ответственность за него, например, жена за мужа, конечно, надо сделать все, чтобы человека из этой ямы вытащить. Потому что это подобно винопитию, алкогольной зависимости. И если человек, называется это у психологов, лудомания или игромания. Если человек проигрывает сразу зарплату, когда ее получает, дети его сидят голодные, какая-то семья. Не может с этим справиться. Надо было ловить начинающуюся зависимость, как и любую другую зависимость, в самом начале. И здесь, наверное, многие средства хороши. Жена может даже театрально закатить истерику, просить такой практический совет, отказать в супружеских отношениях. Пока еще человек не свалился в эту яму, она имеет какие-то рычаги для того, чтобы потом просто не хоронить семью. Потому что кончится этим. И я много знаю совершенно поломанных судеб и разбившихся семей, когда человек свалился в эту бездну, в бездну игромании. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.